видите какие красивые розовые стены хотя конечно в цветопередаче вот этой питерской серии которая сквозит из окна я боюсь что они не такие розовые но это понятие о прекрасном предыдущего владельца данных апартаментов а сегодня мы будем говорить о другом прекрасном собственно продолжать уже единожды начатую тему которых у меня этих тем будет большое количество потому что у меня есть большое количество выпусков журнала тайм причем преимущественно 1943 года выпуска но сначала предваряя этот трэш который вас ждет я хочу вам задать неожиданный вопрос у меня тут случился клип в городе нижнем новгороде про пмс песня и я вот туда вез хотел ввести вот такую реквизит он натуральный мне его дала одна доброй фея на меня на работе попросила вернуть сказал что ценный подарок и хочу задался вопросом а что будет если меня спросят досмотре в аэропорту ну то есть я конечно понимал что даже наверное сами это внутренний перелет поэтому все проще но тем не менее думаю даже сами досматривающие сразу же и не нашли бы ответ на вопрос можно это провозить или нет вот соответственно если у вас есть какие-то собственно официальные данные понятия об этом пишите просто комментариях я не я не стал как бы испытывать судьбу я не взял его потому что я не люблю таких приключений уже теперь хотя у меня бывали они ранее но было бы интересно сказать обращаясь к аудитории ну а сегодня мы как заявлено на обложке данного видео и на обложке вот этого дивного издания говорим про маршала василевского хочу сказать большое спасибо данилу даманевскому за перевод и владиславу мартынову за то что он смонтировал вот всю ту основную часть которую вы увидите далее маршала василевский это довольно уникальное вообще явление в истории нашей армии ну во первых потому что он был сыном священника и в принципе не планировал никакой военной деятельности он мечтал стать там агрономом землимером учительствовать мечтал в итоге сначала первая мировая война куда он отправился по собственной инициативе ну а потом его призвали в красную армию там он наверное даже несколько неожиданно для себя сделал вполне себе головокружительную карьеру очень много василевский действовал в смычке с жуковым они познакомились еще до войны более того они даже жили вместе более того в таких достаточно студенческих спартанских условиях в тридцатых годах там в одной комнатенке и очень многие операции нашумевшие военные да ну начиная со сталинграда и так далее особенно курская битва заслуживает внимание потому что там большинство соответственно военачальников хотели сделать упреждающий удар а василевский как стратег у которого была какая-то не знаю просто вот не экстрасенсорные какие были понятия он совершенно четко предвидел ситуацию в силу там не знаю своего опыта возможно и так далее что не надо не надо первым надо подождать когда они начнут и тогда мы уже и сначала сталин колебался но в итоге приняла сторону василевского и вот чем это все закончилось вы прекрасно знаете вот этот тандем жуков и василевский про них говорили что если бы вот этих двух людей совместить в одного и строго распилить на эту получится два идеальных маршала ну потому что василевский он такой достаточно умеренный воспитанный интеллигентные очень иногда деликатно обращающийся со своими подчиненными ну и жуков которые там на пролом как бы вот этот вот тандем он конечно давал совершенно потрясающие результаты и после войны василевский он не отрекся от сталина надо сказать хотя конечно знал прекрасный обстановку стране и все такое прочее и при хрущеве был отставлен у него из-за этого случился инсульт но тем не менее прожил еще долго и умер своей смертью ну а в рамках проекта рчв крайне заслуживает внимание один из эпизодов который он описывает своих воспоминаниях когда уже после войны приехала мангомери к нам он поставил такое условие сказав что знаете я вот за время войны привык к строгому графику я в девять часов вечера ложусь в шесть утров шесть утра встаю поэтому здесь бы мне хотелось бы этот график соблюсти и василевский крайне удивлялся как это он во время войны мог вести такой достаточно комфортный образ жизни потому что сам василевский особенно на первом этапе войны спал там по два там три четыре часа в сутки у него было несколько докладов сталину и в общем ну собственно ему это было совершенно непонятно но это уже показывает на самом деле разницу вот в отношении к конкретно данной войне ну а еще более колоссальную разницу вы увидите на примере вот этого выпуска журнала time то есть здесь прекрасно все надо сказать что как переводчик так и вот человек который это монтировал они потом личных сообщений вконтакте написали что ну конечно это просто полный а для нас сейчас потому что опять таки если для нас великой отечественной войны она великой отечественной войны то для американцев особенно в ту эпоху это были какие-то события там за океаном и вот по журналу тайм это очень хорошо видно я как обычно естественно не весело сканировал потому что но это иначе будет выпуск на три часа я сканировал только то что имеет отношение непосредственно к теме россии и которая кстати всегда вот там начинается сводки с военных полей назовем это так и на самом деле россия всегда стоит не на первом месте а на первом месте стоит вот видите time us at war и так вот несколько страниц пока мы наконец там где-то после франции и англии не доходим наконец до россии то есть вот так вот выставлялись собственно приоритеты у редакторов данного издания поэтому запаситесь не попкорном а терпением перед вами очередной слепок эпохи и очередное я абсолютно уверен откровение если не для всех то по крайней мере для большинства моих зрителей на фото маршал василевский подпись под фото василевский красной армии кровотечение летом победа зимой страница где начинается описание военных действий в россии на фото справа обстановка на восточном фронте летом 1943 года подпись на изображении первый фронт битва за россию победа это слово борьбы смотрите обложку на прошлой неделе россия вновь попросила сша и великобританию открыть второй фронт в европе как и в тяжелейший для себя лето 1942 года неофициальной интерпретации посыпались одни за другими русские уже поняли что в этом году второго фронта не будет как и в июне 1942 года русские знали что второй фронт будет и просто обманывают немцев русское руководство сознает какое огромное напряжение силы испытывает русский народ и поэтому перекладывает ответственность с кремля на союзников скорее всего русские имеют в виду именно то что они сказали специальное камняке посвященную второе годовщине немецкого вторжения 22 июня гласит если упустить благоприятные условия которые сложились для открытия второго фронта в европе в этом году если опоздать с его открытием это будет иметь отрицательные последствия для нашего общего дела московская газета известия в редакционном обращении к русскому народу на государственном радио сообщила без второго фронта победа над гитлеровской германией невозможно комиссар иностранных дел вячеслав молотов в послании послу сша били ему стендли сказал не будем забывать что миллионы людей которые идут на неисчислимой жертвы ради общего дела живут лишь одной мечтой мечтой о совместном наступлении союзников иосиф сталин написал президенту рузвельту созданы условия для окончательной победы над общим врагом у меня нет сомнения что победа будет достигнута как только мы сможем нанести объединенные удары по врагу с востока и запада прошлом июне уинстон черчилль ответил на похожие даже более настойчивые просьбы в письме иосифу сталину написав что несмотря на то что мы готовили высадку в 1942 году мы не можем обещать ее провести на прошлой неделе в юбилейном послании стали но президент рузвельт не упомянул второй фронт на пресс-конференции он только заявил что никто не хочет открытия второго фронта больше чем он сам в москве посол стэнли намекнул что сша и британия оценили бы если бы была некая уверенность что военное сотрудничество по победе над гитлером будет продолжаться и в борьбе с японии терпеть агонию чтобы русские не думали по поводу планов союзников на 1943 год москва не может позволить себе спорить с официальной концепции сша и британии того что потребуется для создания второго фронта и победы над германией на этой неделе начальник штаба армии сша генерал джордж катлет маршал очень четко озвучил эту концепцию выступая на конференции губернатора в колумбусе штат агайо генерал скорее адресовал свое послание русским чем собравшимся в зале отвечал он и на сомнения русских в том что американцы британцы не понимают реалии тотальной войны сказав касательно победы в воздухе я считаю местным предостеречь от поспешных выводов и импровизированных концепций с каждым днем я все более убежден что мы сможем достичь победы только с помощью применения правильной комбинации средств ведения войны победе в кратчайшие сроки и сильной экономикой противника можно поставить на колени от постоянных бомбежек но он сможет восстановиться если наземная армия не нанесет завершающего удара о характере вторжения тунис дал нам бесценный опыт для будущего но задачи стоящие перед нами будут постоянно усложняться из которых самую большую опасность представляет подход к берегу над водой и тяжелые бои которые нужно будет вести после захвата берега путь будет отнюдь непростым потери будут тяжелые но наша победа неизбежна касательно неизбежности победы внезапные волны оптимизма дают общество ощущение того что мы уже внесли свой вклад и конец близок это совсем не так мы еще только начали великие битвы еще впереди нам все еще предстоит пройти через огонь у тяжелых потерь и отступлений которые неизбежны во время войны сейчас нам необходимо стоическая решимость сокрушить врага какой бы ни была цена мы должны следить за двумя вещами первое между союзниками не должно быть никаких разногласий второе наше приготовление должны проходить без промедлений русские аплодировали бы такой честной речи генерала рожденная кровью и смертью миллионов красная армия образца 1943 года просит только об одном чтобы приготовление завершились а союзники нанесли свой удар пока сильна россия пока силен русский солдат кстати на этом развороте представлены фотографии маршалов советского союза говоров мерецков конев голиков и воронов подпись для новых лиц новая задача старой надежды сила фронтов на 1943 год в мире сложилось мнение что выносливость россии не знает границ ее победа неизбежно к числу тех кто не разделяет такое мнение относятся сами русские по подсчетам москвы на 22 июня потери ссср достигли 4 миллионов 200 тысяч человек потери фашистов оцениваются в 6 миллионов 400 тысяч человек большинство иностранных наблюдателей считает что реальные потери красной армии как минимум в два раза выше официальных несомненно потери людей и оружия попросту огромные настолько огромный что красная армия 1943 года это по сути новая армия новая армия больше и вероятно сильнее чем красная армия 1942 года основной резерв русских в лице артиллерии оснащен лучше чем когда-либо прежде танковые войска прошедшие реорганизацию к прошлогоднему зимнему наступлению тоже производят грозное впечатление сильнее стали военно-воздушные силы теперь они имеют превосходство над люфтваффе почти по всему фронту ее мобильность тоже не отстает такой уровень насыщенности грузовиками и моторизированным оружием беспрецедентен для красной армии сохраняет свою эффективность и прославленная кавалерия которые русские изначально отдавали предпочтение за нехватки танков и грузовиков пехотная составляющая ркк а без сомнения самая крупная в мире по неофициальным оценкам численность красной армии достигает 20 миллионов человек многие из этих подразделений обладают самым современным оснащением в мире такая потрясающая выносливость и восстановление русских имеет два объяснения в основном им стоит поблагодарить себя за общенациональное усилие направленное на комплектование оснащение переоснащение своих армий в меньшей но значительной степени им стоит быть благодарными помощи и сша и великобритании опубликованные данные отнюдь не передают полный эффект от самолетов танков другого оружия материалов которые были переданы красной армии многие а в некоторых районах почти все бомбардировщики которые наносят удары по аэродромам железнодорожным вокзалом и складом это американские самолеты с русскими экипажами в целом по фронту русские имеет численное преимущество перед осью согласно неофициальной оценке опубликованы в лондоне на прошлой неделе в распоряжении красной армии имеется 265 дивизий расположенных на фронте или в близком тылу большинство сил сконцентрированы южнее москвы против еще более сконцентрированных сил противника точно диспозиции сил и сторон неизвестно но карта на странице 25 представляет наиболее близкую картину за последнюю неделю у обеих армий одна и та же проблема как удерживать двухтысячный мильный фронт при этом найдя силы для концентрации войск для своих нужд и чтобы противостоять концентрации войск противника на таком фронте доступность резервов местонахождение постоянно двигающихся воздушных и танковых соединений имеет гораздо больше значения чем постоянно дислоцированные силы если верить немецким внесениям на прошлой неделе если русские действительно перебрасывают подкрепление в район между орлом и харьковом готовя тем самым летнее наступление значение будет иметь рот и качество подкреплений они их количество постоянной игре в кошки-мышки у русских есть преимущество перед немцами ввиду большей численности войск которые немцы могут нивелировать только более совершенными воздушными и танковыми войсками так как такое преимущество у них отсутствует все указывает на то что немцы предпримут ограниченное наступление скорее всего направленные на понижение стойкости танковых войск красной армии таким образом повышая шансы оси в затяжной кампании пропагандист из берлина намекает что даже такой скромный план дает трещину теперь они говорят о том что вермахт принимает сугубо оборонительную стратегию в россии что может включать себя малые локальные наступления но никакого крупного удара по красной армии также они признали что угроза от союзников на юге повлияло на это решение по словам одного из любимейших апологетов вермахта генерал-лейтенанта курта дитмара мы начали эту войну совсем другой концепции чем мы придерживаемся сейчас многие иллюзии были развеяны мы понимаем что такого противника невозможно одолеть одним ударом поскольку автором вторжения в россии считают себя сам адольф гитлер можно сказать что эта ремарка является непрямой критикой фюрера сила наверху маршал иосиф сталин и его коллеги из ставки наверняка с интересом отметили сигнал исходящий от оси за последнюю неделю но несомненно что он 46-летний начальник генерального штаба маршал александр васильевич василевский не приняли эти сигналы как знак того что красная армия уже победила немцев иосиф сталин уже видел слишком многое войны его страна и красная армия живы только потому что доказали силу обороны на широком русском фронте если бы его молодой протеже василевский был бы столь слеп что смог бы совершить такую ошибку то не совершил бы такого стремительного подъема по карьерной лестнице за всю недавнюю историю красной армии на этой странице как мы видим фотографии уже немецких генералов вермахта дитль кюхлер клейст клюге и манштейн подпись для старых лиц новая стратегия и отчаянная надежда середине 1941 года он еще был генерал-майором низшим генеральским званием в красной армии с того момента он успел получить четыре новых звания по силе армии расположению иосифа сталина его рост был еще быстрее теперь на его плечах трекратная ответственность он один из шести или семи членов ставки ответственный за общую стратегию как начальник генерального штаба он распределяет общую стратегию ставки на конкретные планы и как глава политической подготовки он руководит армейскими комиссарами которые теперь не участвуют командование но все равно сохраняют важное место в красной армии типичным образом он был мало известен для большинства русских когда он внезапно вышел на аванс сцену армии в прошлом году как и большинство своих ровесников он был солдатом царя но боролся за революцию некоторые поговаривали что он сын семьи богатых казачьих коневодов другие что его родители волжские крестьяне третье что у него польские корни армия знает что он главным образом штабной офицер большей степени человек школы чем поле что он помогал реорганизовать красную армию после финской войны русский чиновник в сша на вопрос о василевском сделал пустой вид и произнес кто василевский ах да маршал василевский обязан своему карьерному росту прошлогодним решению стали наживить командование армии как в любой другой армии война оказалась не мило для многих боги генералов некоторых из них сместили прославленный маршал семён тимошенко герой смоленска ростов и отходы к сталинграду на какой-то момент попросту пропал затем он вновь появился командующим сектором этим процессом сталин добился гибкости которую не может повторить ни одна армия мира для службы с собой ставку он выбрал василевского агрессивный маршал георгий жуков стал начальником оперативного штаба который исполняет планы василевского маршал александр новиков представляет военно-воздушные силы маршал николай воронов ведущий артиллерист армии а также ветеран маршал клемент ворошилов согласно некоторым сведениям воры и борис шапошников который василевский заменил на посту и начальника генерального штаба тоже находится в ставке поле сталин также поставил таких командующего генерал николай ватутин и генерал-полковник филипп в воликов которые прошлой зимой отбросили немцев от дона генерал кирилл мерецков который снял осаду ленинграда генерал леонид говоров который командовал войсками в городе генерал иван конев участвовавший в обороне москвы генерал константин ракасовский один из командующих по сталинградом вместе с этими полевыми командирами должности начальника корпусов армии армейских групп получила группа молодых офицеров. Критические моменты старшие офицеры генштаба не отсиживаются в своих кабинетах. В прошлом году Василевский, Жуков и Воронов поехали на фронт для координации контратак, которые привели к победе под Сталинградом. Потом Василевский помчался на Воронежский фронт и повел в бой группу армий на этом участке. На севере маршал Жуков спланировал и провел контрнаступление, которое начало зимнюю кампанию Красной Армии. Когда настанет время новых боевых действий, корифеи Сталина вновь будут на фронтах, обладая полной властью представителей Ставки. Мощность у источника. Немцы были бы только рады, если бы весь мир поверил в то, что их оборонительная стратегия в России автоматически означает поражение вермахта в России. Маршал Василевский и его коллеги знают, что на сегодняшний день все победы Красной Армии были оборонительными. Они знают, что даже триумф под Сталинградом и продвижение к Днепру этой весной было оборонительными и по форме, и по результату. Они помнят, что за ними на Сибирском фронте всегда стоит большая японская армия. Они знают, что для них лето было временем, когда они истекали кровью, а зима временем побед, и что за два года войны они не сокрушили вермахт. Для остального мира в интересах скорейшего открытия второго фронта они усердно опровергают мнение, что Красная Армия сломит немцев в одиночку. Более того, они четко осознают, что Красная Армия не может быть сильнее, чем страна, которая ее кормит и поддерживает. И, честно говоря, именно этот вариант в Нижегородском государственном художественном музее больше всего ассоциируется с образом того, с кого он, по идее, должен был быть вылеплен. Вермахт в равной степени зависит от своего тыла, и он заметно слабеет. Таким образом, пока одна из сторон не предпримет решительного наступления, война в России будет гонкой на истощение, разбомбленной Германией против русского тыла. На данный момент Германия надеется выиграть в этой гонке. Это отчаянная надежда, но это лучшее, на что они могут рассчитывать. Из США и Британии сложно увидеть, как немцы могут хоть что-либо выиграть в России. Тем не менее, русские явно не приветствуют войну на истощение. Это четко следует как из повторных просьб открыть второй фронт, так и большая вероятность решительного наступления на первом фронте в ближайшее время. Наверное, они не до конца уверены, что могут выиграть гонку против немцев. В таком случае они, скорее всего, озабочены вопросом еды. Несмотря на все хвастовство, СССР так до конца и не оправился от потери хлебных полей Украины. Запоздалые дожди в Центральной России немного улучшили шансы на урожай, но даже в лучшем случае останется проблема острой нехватки еды. Огромные, но плохо обработанные поля Центральной России плюс поставки ленд-лиза не покрыли нехватку зерна в СССР. В результате только Красная Армия, несколько иностранцев и высших чиновников получают более-менее нормальное питание. Остальные вынуждены существовать и работать на грани истощения. Индустриальная СССР находится на пике военного производства, но это достигнуто путем постоянного напряжения сил недокормленных работников. Пока что правительство и общество справляются с требованием войны путем строжайших приказов, жесткого наказания за их несоблюдение. Например, с апреля все работники русской железной дороги живут в режиме комендантского часа и могут быть арестованы за его несоблюдение и ожесточенные решимости. Немцы ставят на то, что русские не смогут этого выдержать. Огромные статьи о боях на других участках фронта я не буду переводить, но вот часть, буквально небольшую, хочу донести до вашего внимания. Сообщение с других фронтов, которые не связаны с Россией, я не буду вам зачитывать, потому что, ну, там просто огромное количество статей на эту тему, но вот один кусочек все-таки позвольте мне процитировать. Он называется «Враг, возможно, он все же человек». Путешествие пешком по пустынному острову Ату от Мессикер-бэй до порта Чичагова занимает примерно пять часов. Проходя это расстояние после ожесточенного сопротивления японцев, корреспондент Тайм Роберт Шерротт получил ужасающее впечатление противники на Тихом океане. На двухмильном участке оказалось более 800 убитых японцев. Корреспондент Шерротт передает. Результаты фанатизма японцев поражают воображение. Само насилие на месте боев не поддается разуму западного человека. На этом месте группу людей приняли взятое самим собой обязательство погибнуть, но не сдаться, взрывая себя на мелкие кусочки. Я видел одного японца, сидящего со штыком, торчащим из его спины, по всей видимости вонзенной его другом. Все остальные выбрали гранату для совершения самоубийства. Большинство просто прижимало гранату груди или к животу. Иронично, что эти японцы наложили на себя руки до того, как они полностью выполнили свое задание. Они должны были убить как можно больше американцев и совершить самоубийство только тогда, когда надежды убить еще больше американцев не останется. Но осмотр тела указывает на то, что многие, кто выбрал смерть, даже не был ранен. Они могли продолжать сражаться. Международный товарищ сэр Вальтер. В годы перед Мюнхеном сэра Вальтера Цитрина, боброглазого, босса британских профсоюзов, с лицом ребенка прозвали красноненавистником. Он посетил Советский Союз в 1935 году и по возвращении написал книгу «Я ищу правду в России». В конце 1941 года, когда немцы подступали к западным районам Москвы, а США еще не вступили в войну, сэр Вальтер снова поехал в советскую столицу. Ехал он с улыбкой на лице, но принимающая сторона помнила его и была настроена прохладно. По возвращении в Лондон он находил лица сопротивляющихся русских незабываемыми. Он написал о героической Красной Армии, о величественных жертвах. Когда сэр Вальтер приехал в Москву на прошлой неделе, газеты называли его товарищем. Театралы встретили его стоящей овацией, когда он оказался на спектакле Толстого, Анна Каренина в компании руководителя профсоюзов Шверника. У сэра Вальтера сложное задание. Русские знают это и относятся к нему с симпатией. Ему нужно постараться продать им временный компромисс вместо конкретного трехстороннего англо-американо-советского профсоюзного комитета, который предложили русские и продвигал сэр Вальтер. Компромисс состоит в том, чтобы англо-русский профсоюзный комитет продолжил работу, чтобы продолжил работу профсоюзный комитет англо-АФТ. АФТ – это Американская Федерация Труда. И чтобы британцы передавали информацию между АФТ и русскими. Когда сэр Вальтер посетил США в феврале и встретился с представителями АФТ, с которыми британцы поддерживают теплые отношения, абсолютно против прямых отношений с русскими. Конгресс производственных профсоюзов также прохладно относится к сближению с русскими, и еще более холодно к идее слияния с АФТ. До своего отъезда в Лондон сэр Вальтер будет знать, окажутся ли его поездки достаточными, чтобы открыть дорогу к прямому трехстороннему сотрудничеству. Долгосрочное видение объясняет англо-русские попытки сохранять хорошие отношения, несмотря на то, что им не удается привлечь профсоюзы США. Новая Международная Федерация Труда вполне может быть создана в послевоенные годы. Сэр Вальтер, как многие британцы и русские чиновники, надеются, что трехстороннее соглашение будет служить основой такой структуры, но как минимум он хочет наладить хотя бы двухстороннее понимание. Симптомы. Попытки объединить профсоюзные движения симптоматично другими попытками обеспечить англо-американно-русское послевоенное сотрудничество. По осторожным словам посла США Вильяма Стэндли, послевоенное сотрудничество абсолютно необходимо, если мы хотим завоевать мир. Как сказал молодой сенатор от Миннесоты Джо Балл, все нации работают над двумя вариантами мирных планов. Один на основе предположения, что США будут помогать и участвовать в создании послевоенного мира, и второй, где США будут говорить пустые слова и ничего не делать. В таком случае у Британии не будет другого выбора, кроме соглашений с советами, кроме случая, когда эта страна четко не выступит за сотрудничество. На фото инженеры Гудьир что-то там изобретают, они ставят ноги гоночной лошади на армейского мула, еще одна причина лидерства Гудьир. Эти ваши американские солдаты рвутся в высокоскоростные бои при поддержке самого быстрого и воинственного оборудования на планете Земля. С молниеносными передвижениями американского солдата нет союзника лучше, чем специалисты по резине. Так как именно резина, а конкретно пневматические шины, позволяют солдату передвигаться с невиданной скоростью. Джипы, грузовики и мотоциклы мчатся вперед на резине. Самолеты взлетают и садятся, используя резину. Танки рвутся в бой на прорезиненных катках. Даже солдат наступает на резиновых подошвах и каблуках. Поскольку они потратили годы мирного времени на постройку лучшей резины в мире, работники Гудьир могут предоставить вашим бойцам самое смертоносное оружие – большую скорость. То, что ваша армия сегодня передвигается в 10 раз быстрее, чем в 1917 году, не в малой степени достигнуто благодаря постоянным исследованиям в производстве резины. Являясь пионером в сфере производства резины, Гудьир использует свой многолетний опыт в металлах, тканях и химии для того, чтобы победить в войне. Изучаем новые навыки и находим новые возможности, чтобы служить вам, когда будет завоеван мир. Гудьир – величайшее имя в резине. Реклама Cadillac На фото танчики М5 высаживаются на берег и ведут бой. Командос мира танков Отличная скорость и непревзойденная маневренность делают легкий танк М5 производства Cadillac командосом в мире танков. Как командос он наносит удар быстро и уверенно, с неуклонным темпом везде, где он может закрепиться. Инженеры артиллерийско-технической службы армии, имеющие отличные знания о действиях танков в бою, соединили силы с инженерами Cadillac для того, чтобы создать М5. Ну и в общем так далее. Тут есть еще про другие проекты, которые возложены на нашу компанию, включая в себя внутренние блоки для передовых американских авиамоторов, жидкого охлаждения и другие жизненно важных компонентов для армии флота. Вся эта продукция требует невероятного умения и точности, на которых основана репутация и традиция фирмы Cadillac. А вот тут у нас рабочий фашист на сложных щах точит ствол. Лампы без света. Да, они ярко светят в сотнях замечательных немецких заводов, эти самые лампы без света. Давным-давно Третья Рейх осознал огромное влияние хорошего освещения на рабочую силу, трудозатраты, безопасности, боевой дух. Токарные станки сборочной линии Гитлера производят смерть и разрушение с помощью новейшего и мощнейшего инструмента флоресцентной лампы, впервые представленной американской индустрией компанией General Electric ровно пять лет назад. Несомненно, в лабораториях фюрера, как в General Electric, нашли способы, чтобы эти великолепные трубки прохладного эффективного дневного света работали еще дольше, давали больше света и стоили все дешевле. Но, несмотря на все это, сегодня заводы Гитлера пылают тьмой. Потому что никакое волшебство светопроизводства не зажжет огонь в глазах работника. Такой огонь, который горит в глазах наших американских рабочих. Внутренний свет, который движет величайшую производственную работу за всю историю. General Electric делает множество вещей для ускорения военного производства. Одно из направлений – это улучшение светового оборудования на больших и малых предприятиях. Ну и так далее, бла-бла-бла. Позвоните ближайшему представителю General Electric. Лампой General Electric Mazda лучше инвеститься в мире. Это инвестиции в освещение этой страны. Почему бы не прикупить еще военных облигаций в этом месяце? Да, вот что может рекламировать огромная бомба? Она может рекламировать страховки компании Maryland. Непредвиденные события не должны менять дела человека. Берегитесь те, кто снизу. Эта бомба со смертным криком падает к земле. Некоторые из них путешествуют по улицам и шоссе и внезапно взрываются с разрушительным эффектом. Это автомобильные аварии. Если вы не покрыты страховкой автогражданской ответственности, автоавария может взорвать на воздух все, что у вас есть. Суд может наложить арест на всю вашу собственность и заставить вас работать на выплату компенсации на годы вперед. Прежде чем рискнуть сбережениями, прежде чем кого-то покалечить или что-то повредить, поговорите со своим агентом или брокером Maryland. Maryland Casualty Company Baltimore. Опять-таки по традиции не буду ничего комментировать, потому что комментарии, мне кажется, здесь излишни. Что хочу сказать непосредственно про свои планы. 2 декабря, сразу после 1 декабря, когда мне будет день рождения, и которое так уж случилось, пришлось на фестиваль «Сифровая история», проводимый Егором Яковлевым и мной в городе Москве. 2 декабря будет экскурсия в 13.00 от белорусской до Миусской. Она будет называться. И я давно хотел рассказать и про этот голосовский архитектурный шедевр эпохи конструктивизма и функционализма. Ну а самое главное про события 1905 года, потому что Миусы, как они тогда значились, они играли не последнюю роль во время так называемой «Красной пресни». В Петербурге следующее событие состоится 9 декабря. В 3 часа это будет лекция «Народная воля. Адреса, события, имена». Я уверен, что я все не расскажу за эту лекцию, но, скажем так, это будет первая часть. А далее во второй половине декабря будут, соответственно, мероприятия лекционного характера и в Питере, и в Москве. По субботам и воскресеньям я выбишу анонс у себя в группе. Все ссылки на встречи есть вот там, в описании под этим выпуском. Ну и, собственно, напоминаю, что на конец марта, на 25 марта я набираю еще одну группу в Париж. Если вам интересно, то, пожалуйста, электронный адрес мой указан там, или пишите мне в личку ВКонтакте, ну и, соответственно, присоединяйтесь. Да, и 2 декабря не надо, в общем-то, подарков. Вот, видите, сколько у меня всяких подарков. Это подарок одного из зрителей моего канала, когда-то он мне подогнал. И вот Нафиса Рустамовна Джуманиязова блистала в клипе про Трампа конкретно в этой шинели. Теперь она у меня висит здесь, в центре Петербурга. На этом все. Оставляйте комментарии вот там. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok